Всем привет! Сегодня я хочу рассказать историю, которая будет касаться очень тех людей, которые когда-либо сталкивались с вопросами выселения, особенно если речь идет о выселении из вашей залоговой квартиры. Поэтому, если вам интересно это видео, эта история, посмотрите его до конца, а я начинаю. Итак, сегодня я хочу рассказать о нашей победной практике в правовой ситуации, когда наших клиентов хотели выселить из их жилья. То есть хотели сделать это якобы новые собственники этого жилья, представители коллекторской компании, которые выкупили долг у банка вместе с залогом, а потом оформили этот залог на себя. У людей не было средств, чтобы договориться с банком, чтобы договориться с коллекторами, но тем не менее и жилье это отдать они не могли. Для них эта ситуация была тупиковая, другого жилья не было, семья была просто заложником этой ситуации. И когда они обратились к нам за помощью, стало понятно, что решить вопрос в ближайшее время каким-то мирным путем невозможно, потому что люди практически ничего не могут заплатить коллекторам из того, что те хотят, естественно, но какие-то деньги на судебную защиту найти смогли. Коллектора после переоформления подали иск на выселение. Вообще по правильному нужно было, конечно же, подавать иск на возврат собственности обратно людям и оспаривать переоформление, но на два суда у людей не нашлось, потому что оспаривание переоформления, это нужно было им подавать в суд. Так как коллектора еще и подали иск на выселение, нужно отбиваться от этого иска. То есть два иска они потянуть не могли, выбрали только один могли потянуть. Поэтому мы порекомендовали им тогда сосредоточиться на выселении, потому что это важно. Если их выселят, то уже нет смысла возвращать собственность. Поэтому мы решили сосредоточиться исключительно на иске про выселение и не позволить коллекторам их выселить. Мы построили линию защиты на том, что выселение невозможно без предоставления другого жилья, потому что непосредственно это было имущество, которое принадлежало этим людям еще до взятия кредита. У них большая семья, прописаны дети. И эта линия сработала. Суд непосредственно отказал коллекторам в выселении вообще в полном объеме. И что самое приятное, в апелляцию они уже подавать не стали. Решение вступило в законную силу. Люди остались жить в своей квартире. Ну и сейчас пытаются выстроить какой-то мирный диалог с их кредиторами. Кредиторы пошли значительно на уступки. То есть фактически люди отстояли жилье, продолжают там жить. Ну и на данный момент свой вопрос еще не решили долговой, но уже ищут способы его решения. Время, как правило, играет на пользу людей. Ситуация меняется, появляются новые возможности. И уже, конечно, их кредиторы значительно снизили свои аппетиты, осознав, что они могут владеть этой квартирой, но они не могут выселить людей. Это для них замороженный бесполезный актив, поэтому надо решать способы решения мирно и не с такими вот бешеными аппетитами, которые у них были до того момента, как они этот суд проиграли. Поэтому вот такая вот история. Если кто-то в подобной ситуации, то не отчаивайтесь, можно через суд отстоять свои права, можно сохранить за собой право проживать, можно оспорить собственность и вернуть ее. Об этом подобную историю у нас есть на канале, можете посмотреть, как мы рассказывали о нашей победной практике именно по возврату собственности. Поэтому, кто в такой ситуации, обращайтесь, будем рады вам помочь. Если вам понравилось это видео и информация была полезна, нажимайте лайк этому видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Нажимайте колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем стараться на них отвечать. И помните, что если вам нужна помощь нашей команды в подобных вопросах, то записаться к нам на консультацию, а в дальнейшем получить нашу профессиональную юридическую помощь, вы можете в нашем контакт-центре, телефон в описании к этому видео. Всем успехов!